Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Вы уже давно хотите завести себе вторую собаку, но переживаете, что она не сможет ужиться с вашим лающим другом. Мы знаем, как вам помочь. В этом видео мы расскажем вам, о чем важно помнить, выбирая вторую собаку в дом. Появление второй собаки в доме – непростое событие, ведь надо учесть интересы всех сторон. Старый лающий друг не должен чувствовать себя обделенным вашим вниманием, а новый не должен чувствовать угрозу от питомца-старожила. О чем же важно помнить, выбирая вторую собаку в дом? Давайте разбираться. Убедитесь, что у вас нет проблем с первой собакой, иначе нежелательное поведение лающего друга может только усугубиться с появлением второго питомца в доме. Если собака не слушается вас на улице, агрессивна к окружающим или боится оставаться одна дома, сначала решите поведенческие проблемы, а потом заводите ей друга. Выбирайте вторую собаку так, чтобы она подходила первой. Например, лучше вместе уживаются разнополые питомцы, но при этом для комфортной жизни надо стерилизовать хотя бы одного из лающих. Также желательно, чтобы собаки были одинаковой комплекции. Так, в случае конфликта, последствия для обоих животных будут несерьезными. Учитывайте и темперамент питомцев, желательно, чтобы он был разным, ведь, например, два лидера не смогут ужиться вместе. Знакомьте собак правильно. Сначала это должно происходить на нейтральной территории, и у каждого питомца должно быть по человеку. Лучше всего это делать во время прогулки. Такая ситуация уже знакома вашей собаке, ведь во время прогулок вы встречаете других лающих, поэтому стресс для нее исключен. Также не пытайтесь насильно подружить питомцев и не навязывайте общения, дайте им время привыкнуть друг к другу. Чтобы не вызвать ревность у первой собаки, покажите ей, что она также важна, как раньше. Старайтесь уделять ей столько же времени, сколько и до появления второго питомца. Чередуйте совместные выгулы с индивидуальными. Так ваша первая собака будет чувствовать, что ничего не изменилось, и она вам и все так же любима. Давайте питомцам личное пространство. Поставьте миски собак на расстояние, обеспечьте им раздельные лежанки. Грамотно устраняйте конфликт между питомцами. Если вы замечаете, что они напряжены в отношениях друг с другом и опасаетесь, что без вас они могут подраться, разделите их на время своего отсутствия. Для этого подойдут детские ворота безопасности. Собаки видят и слышат друг друга, у них не создается ощущение того, что их где-то заперли, но и навредить друг другу они не могут. Если же выяснение отношений между новым и старым питомцем доходит до драк, незамедлительно обращайтесь к кинологу. Теперь вы знаете, о чем важно помнить, выбирая вторую собаку в дом. Следуйте перечисленным правилам, и пусть ваши лающие друзья всегда живут в мире и гармонии. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!